Хоум Байо Гэс Благодаря этому изобретению, газ можно получать из отходов, из-за чего достигается существенная экономия денежных средств. Система Хоум Байо Гэс поставляется в небольшой коробке в разобранном виде, а ее сбор не представляет собой головоломку. На это нужно всего несколько часов, а специалистов нужно привлекать только для того, чтобы подвести газовую трубу к домашним коммуникациям. При этом традиционные газовые плиты с легкостью переоснащаются для использования газа от Хоум Байо Гэс. Система вырабатывает не обычный газ, а биогаз, который является продуктом распада органических отходов. Для того, чтобы плита работала в течение трех часов от биогаза, необходимо загрузить в Хоум Байо Гэс 15 литров навоза домашнего скота или помета птицы, а также до 6 литров пищевых отходов. Помимо этого, Хоум Байо Гэс производит жидкое удобрение для растений, поэтому можно сказать, что изобретение особенно хорошо подойдет для мест, где выращивается много овощей и фруктов, а также разводится скот. Получается что-то вроде круговорота. После потребления овощей и фруктов отходы попадают в мини-перерабатывающий завод, который дает газ для готовки и удобрение для посадок. При этом минусом является то, что производительность Хоум Байо Гэс снижается, когда температура окружающей среды ниже 17 градусов по Цельсию. В таком случае изобретение можно использовать в теплых и хорошо опроветриваемых помещениях, таких как теплицы. Важно также сказать, что биогаз можно использовать и для производства электроэнергии, поэтому компактная перерабатывающая станция может произвести настоящую революцию в экономии денежных средств, которые тратятся на электричество, отопление, газ и другие услуги. В настоящий момент биогаз в основном добывается в огромных биогазовых парках, которые экономически невыгодно строить повсеместно. Поэтому создатели Хоум Байо Гэс сделали действительно полезное изобретение, которое может снабдить биогазом не только частные дома, но и места, где людям необходима помощь. Пауэрспаут Это изобретение представляет собой гидрогенераторы, которые способны эффективно преобразовывать потенциальную энергию водяных потоков в электрическую энергию, обеспечивая надежный источник электричества, который практически не зависит от погодных условий. Единственное, что необходимо для организации поступления электроэнергии посредством пауэрспаут, это присутствие ручья или реки возле дома. При этом абсолютно неважно, какой источник воды используется, так как пауэрспаут предлагает три различные модели турбин, каждая из которых предназначена для определенных условий и характеристик водных потоков. Первая модель идеально подходит для больших перепадов высоты от 3 до 130 метров и малого объема расхода воды. То есть наиболее подходящим местом использования являются горные ручьи. Вторая модель рекомендуется для условий среднего перепада высоты от 2 до 30 метров и среднего объема расхода воды. Один из вариантов использования – отводы рек. Третья модель специально разработана для мест с низким перепадом высоты в 1-5 метров и большого объема расхода воды. Она устанавливается на небольших плотинах. Все модели пауэрспаут изготовлены из перерабатываемых материалов на 68%, что подчеркивает их энергоэффективность и экодружественность. Помимо этого предлагаются различные варианты организации и энергосистемы, включая сетевые и автономные решения, что позволяет пользователям выбрать оптимальный вариант для своих потребностей. Helios Традиционные солнечные панели – это отличный способ добычи солнечной энергии, но не такой эффективный, как хотелось бы. Но есть изобретение под названием Helios от компании King, которая выводит добычу бесплатной энергии Солнца на новый уровень. Helios состоит из 24 солнечных элементов и оборудован угловыми зеркалами, которые увеличивают его энергетическую производительность в 4 раза по сравнению с традиционными аналогами. При этом каждый солнечный элемент изготовлен из кремния и микрокристаллического слоя с защитным покрытием, что делает продукт компании King устойчивым ко всем возникающим погодным условиям. Более того, Helios способен оптимально отслеживать солнечные лучи благодаря встроенным датчикам, которые направляют солнечные элементы под нужным углом для максимального захвата энергии. Хотя начальная стоимость устройства от 800 долларов может показаться значительной, преимущества, которые предоставляют устройство, перевешивают все затраты. Это не только экологически чистое решение, но и способ существенно сэкономить на электроэнергии. СОЛРОС Изобретения, которые проводят солнечный свет даже в самые темные помещения, это уже не новость. Но СОЛРОС выделяется среди них, так как система существенно дешевле аналогов и позволяет действительно сэкономить на электроэнергии. Сам по себе солнечный свет – это то, что влияет на организм человека, так как он оказывает воздействие на циркадные ритмы, которые регулируют бодрствование, сон, настроение и даже пищеварение. Поэтому свет солнца – это необходимость, которая должна присутствовать в жизни каждого человека в достаточной мере. СОЛРОС как раз решает проблему отсутствия естественного освещения в помещениях, где нет возможности установить окна. За мнимой сложностью процесса получения и перенаправления солнечного света стоит довольно простая по действию система, которая включает в себя солнечный концентратор, расположенный на крыше и улавливающий солнечный свет, автоволоконный кабель, по которому свет передается на расстояние до 20 метров, а также световые боксы, которые освещают комнаты мягким естественным светом. Благодаря новым конструкционным решениям и использованию более дешевых материалов, чем у аналогичных продуктов, стоимость систем СОЛРОС начинается от 1000 долларов, что делает это изобретение более доступным, чем установку окон. При этом, пусть светодиодное освещение чаще всего и дешевле, оно явно имеет меньшую пользу для человека по сравнению с СОЛРОС. Вот уж где точно пригодилось бы это изобретение, так это в подземной лаборатории, находящейся в Китае, на глубине 2400 метров. Конечно, экономически это было бы вряд ли выгодно, но если стоимость установки каким-либо образом снизить еще больше, то работники глубинного исследовательского центра будут явно благодарны. СОЛЕРИСКИД HT100 Добывают бесплатную энергию Солнца и коллекторы от СОЛЕРИСКИД, которые используют ее для нагрева воды в своем корпусе. Пирамидообразная форма изобретения обусловлена принципом работы. Солнечный свет попадает в коллекторы через боковые панели из стекла и поглощается теплообменником, который нагревается до 75 градусов по Цельсию. Затем вода циркулирует по коллектору и нагревается. Форма пирамиды выбрана для того, чтобы увеличить площадь приема устройством солнечного света. Нагретая вода может использоваться для принятия душа, ванны, мытья рук, для бассейнов и так далее. В итоге исключается необходимость в электроэнергии сети или газе, за счет которых может производиться нагрев воды. Соответственно, происходит существенная экономия. При этом изобретение является еще и высокоэкологичным, так как при его использовании в течение 10 лет выбросы углекислого газа снижаются на 7000 килограммов в сравнении с использованием традиционных водонагревателей. Риджблейд Ветряки чаще всего сильно выделяются на фоне окружающего экстерьера, поэтому всем любителям бесплатной энергии и эстетики стоит обратить внимание на ветрогенератор от компании Power Collective. Дизайн Риджблейд – это лаконичность и строгость. Ветрогенератор на крыше дома выглядит так, будто там он и должен находиться. При этом не меняется ситуация и в том случае, если устанавливается сразу несколько устройств, в ряд для увеличения эффективности выработки энергии. Дизайн техники – это, конечно, важно, но не стоит забывать и про начинку. Риджблейд выполнен по специальной технологии, при которой поток воздуха ускоряется в три раза при оптимальных углах наклона крыши. Благодаря этой технологии, если ветрогенератор установлен вместе с сильным воздушным потоком, он вырабатывает в девять раз больше энергии, чем традиционный горизонтально осевой ветрогенератор. На полную мощность Риджблейд выходит на скорости ветра 11 метров в секунду, но при этом были проведены испытания при ураганном ветре скоростью 40 метров в секунду, и изобретение также работало. Важной особенностью Риджблейд является то, что его лопасти саморегулируется, а расстояние между ними способствует разделению потока ветра при высоких скоростях, поэтому изобретение не требует каких-либо систем торможения. PowerNest Некоторые компании идут дальше при разработке решений для получения бесплатной энергии и создают солнечно-ветряные модули. К примеру, компания Ibis Power создала PowerNest — совокупность ветряков и солнечных панелей, которые позволяют обеспечивать энергии многоквартирные дома. По заявлениям создателей, PowerNest производит в 6-10 раз больше энергии, чем солнечные батареи или ветряки по отдельности. Специальное расположение солнечных панелей захватывает больше солнечного света, а ветер поддерживает естественное охлаждение панелей, из-за чего повышается эффективность работы. Конструкция делает PowerNest не только эффективным, но и тихим модульным решением. Средний уровень шума при работе изобретения не превышает 43 дБ, а вибрация поглощается демпферами в турбине и между колоннами и основной конструкцией здания. Эти эффективные модули также могут устанавливаться на самых разных крышах многоквартирных домов. Есть угловой модуль, малый и средний модуль, солнечная пристройка, а также конфигурируемые модули. Благодаря созданию специальной конструкции, компании удалось достичь годовой выработки энергии от 16 тысяч до 28 тысяч киловатт-часов одним средним модулем. Поэтому изобретение позволяет достичь высокого уровня экономии и использовать другие источники энергии только в случае крайней необходимости. Кинетическая плитка Кинетическая энергия удивительна. С помощью нее и специальных плиток от компании Energy Floors можно получать бесплатную электроэнергию, при этом просто двигаясь. Чтобы получать хотя бы среднее количество электроэнергии с помощью плитки, нужно двигаться много, поэтому она отлично подходит для танцев и мест для игр, особенно детских игр, так как дети обычно способны бегать и прыгать целыми днями. При этом как раз для танцев и игр компания Energy Floors создала два разных вида плитки. Первый называется Dancer и приспособлен для танцполов внутри помещений. Делаем специальный зал для танцев в своем доме и приглашаем всех друзей и знакомых, которые начинают танцевать, вырабатывая энергию. По итогу, если вечеринка особо многолюдная и активная, то экономия на электроэнергии позволит не только окупить затраты на электричество, использованное на тусовке, но и даже сохранить излишки для дальнейшего использования. Второй вид плитки под названием Gamer можно установить на детской площадке или в детской комнате, включать встроенные в плиточные модули игры и смотреть, как дети добывают бесплатную электроэнергию. При этом добыча электроэнергии происходит только, если плитка расположена в помещении. В том случае, если игровая площадка находится под открытым небом, то используется не кинетическая плитка, а плитка с солнечными панелями, которые также вырабатывают энергию. Сан-тейбл Современным развитием технологий почти каждый предмет можно оснастить солнечными панелями, сделав его источником бесплатной энергии. Так и произошло с сан-тейбл, столом, который преобразовывает энергию солнца в электроэнергию. Это многофункциональный стол, который сочетает в себе стильный дизайн и энергоэффективность, обеспечивая комфортную атмосферу на открытом воздухе. С его компактными размерами и весом, составляющим 19 килограммов, сан-тейбл идеально подходит для обустройства современных уличных пространств и создания комфортной зоны отдыха с возможностью зарядки устройств. Зарядка устройств осуществляется с помощью литий-ионного аккумулятора, который может заряжаться как от сети, так и от солнечной панели диаметром 30,5 сантиметров. При этом создатели продумали конструкцию стола, сделав беспроводное место для зарядки устройств в нижней части сан-тейбл, где они не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Также создатели встроили в стол средство для развлечения – блютуз-колонку, которая заряжается от аккумулятора, встроенного в сан-тейбл. Стол можно спокойно использовать возле бассейна или любого другого места, где есть вода, так как сам стол, платформа для беспроводной зарядки, а также колонка защищены от попадания влаги. Рейджен Бесплатная энергия не всегда добывается самостоятельно. Есть вариант, при котором можно заниматься велоспортом, тем самым добывая энергию. И этим вариантом является Рейджен. Выработка энергии возможна благодаря внутренней механике велотренажера, которая позволяет генератору преобразовывать физическую энергию, создаваемую пользователем, в электричество, которое затем накапливается в портативном аккумуляторе. Аккумулятор может использоваться для зарядки различных электронных устройств, в том числе ноутбуков, телефонов, планшетов и другого. Также аккумулятор служит измерителем энергии, отслеживающим производительность пользователя и предоставляющим обратную связь посредством цветовой системы, где зеленый цвет означает достижение цели, а желтый и красный цвета говорят о том, что необходимо увеличить усилия. После сопряжения со специальным приложением тренажер также может работать с цифровым сопротивлением. Оно дает возможность легко контролировать интенсивность тренировок без утомительного поиска кнопок или регуляторов. Если нужно выработать огромное количество энергии с помощью этого тренажера, то стоит позвать одного из участников веломарафона Red Bull Trans-Siberian Extreme, длина пути которого в общей сложности составляет 9195 километров. Турбины-тюльпаны Металлический тюльпан, который добывает бесплатную энергию ветра – это не фантастика, а реально существующий ветряк. Благодаря уникальной конструкции, похожей на цветок, ветряки обладают несколькими особенностями, которые выделяют их среди традиционных ветряных турбин. Так, например, турбины-тюльпаны отличаются низким уровнем шума, благодаря чему их можно устанавливать в густонаселенном районе или на крыше отдельно стоящего дома, не беспокоясь за свой комфорт и комфорт соседей. При этом низкий показатель уровня шума достигается без потери КПД. Турбины-тюльпаны намного эффективнее обычных ветряков благодаря тому, что они запускаются при небольшой скорости ветра около 1 метра в секунду, в то время как аналоги начинают работать при скорости ветра 3 метра в секунду. Компания-производитель в целом держит курс на то, чтобы удовлетворить потребности в добыче бесплатной энергии ветра совершенно разного характера. Для этого предоставляется три модели ветряков-тюльпанов – малая, средняя, с длиной лопастей в 1 метр, которая популярна как раз для жилых домов, а также большая модель с длиной лопастей в 5 метров. Стоит сказать, что турбины оснащены всем необходимым для подключения к аккумулятору или электрической сети и изготовлены из стекловолокна, поэтому их установка или эксплуатация не вызывает никаких проблем. Элвис Это компактные ветряные турбины, которые позволяют добывать бесплатную энергию ветра даже на балконе многоквартирного дома. У ветряка есть три различных варианта – Adventure, Aluminium и Aluminium Hybrid. Все они могут устанавливаться в ограниченных пространствах благодаря своей компактности. Так, самой габаритной и тяжелой является турбина Aluminium, которая имеет высоту 107 сантиметров и вес 7,9 килограмма. Остальные две турбины существенно меньше весят и занимают еще меньше места. Стоит отметить, что устанавливать дома нужно именно версию Aluminium, потому что она вырабатывает куда больше энергии по сравнению с остальными. При скорости ветра 20 метров в секунду выработка достигает 237 ватт, а при скорости в 12 метров в секунду – 51 ватт. При этом стационарная турбина Aluminium никак не отличается по уровню шума от Adventure и Aluminium Hybrid, что добавляет именно этому варианту предпочтительности при поиске источника энергии для домашнего использования. Материалы, из которых выполнены турбины, разнятся. В случае с Aluminium, как можно понять из названия, доминирует алюминий, который устойчив к воздействию морской воды и к ультрафиолетовому излучению. В случае с двумя другими моделями используется алюминий, нержавеющая сталь, а также пластик, что в совокупности качественно защищает от воздействия окружающей среды. Субтитры создавал DimaTorzok